Всем привет, дорогие друзья! Сегодня прямое включение с чемпионата России по экстремальному самокату И с вами команда Райд Экшн, а именно Владик А4 Озерной Богдан, Артём Пенькрат Просто костёрчик Сейчас у нас раскатываются любители, но совсем скоро начнётся раскатка наших профессионалов У них будет одна квалификационная попытка в размере 60 секунд, но и потом сам финал Делаем огромные удачи нашим пацанам Я надеюсь, они уже подготовили все свои попытки, потому что скейт-парк в этом году жёсткий Фигуры просто высочайшие Чуть-чуть попозже покажу парк Ну всё, ждём раскатки, погнали! Владу дарят шоколад Пацаны, вы ухо! Красавцы, просто! Снимай, 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 снимай Через полчаса уже начнётся раскатка Ваши комментарии по поводу парка в этом году? Ну, парк мне нравится, но я вообще не прикатан Как вам фигуры? Хорошие, большие, знатные, здравые Ваши комментарии? Скейт-парк крутой Я вообще там не катался, не прикатан Но я надеюсь, сейчас раскатки сейчас будет, всё будет хорошо Ну, всего час раскатки, пацаны уже вылетают раскатываться Патанчик уже выбегает Погнали! Погнали! Розовый бешеный трюки от Владика А4 Я напоминаю, мы находимся сейчас Это был ещё один трючок от Владика Я напоминаю, мы находимся на чемпионате России по самокату И это уже девятый чемпионат России по экстремальному самокату. Осталось, наверное, полчаса до конца раскатки. И все. Сам чемпионат начнется. Попытки, квалификация. Раскатка с полным входом. Ваши комментарии по парку, по фигурам. Парк прикольный, фигуры очень большие. А у меня очень сильно болит память. 60 секунд, квалификация. Типуля, за один день до чемпионата России просто сломался с пятерых плеер. Ваши комментарии. Тем временем, пожалуйста, раскатывай, сколько вам лезет. Просто бешеная раскатка от Богдана. Оп, 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 я мельком увидел все, что Владик А4 наш чуть-чуть разбился на раскатке. Что с ним происходит пока что непонятно. Идем выяснять. Влад, что с тобой? Раскатка полным входом. Травы нам сейчас не нужны. Что случилось? Парк не скользит, колени слетели. Парк новый, только покрашенные. Панера не скользит. Владик из-за этого травмировался. Не знает пока что, будет продолжать или нет. Но, наденьте. Совсем забыл рассказать про себя, что же со мной, почему я снимаю, не участвую. Я недавно травмировался. У меня оказывается мениск за правым коленем. Ну, еще полтора месяца на восстановление. Поэтому я сегодня не участвую. Сегодня с нашими парнями. Парк не поддержки. Парк не поддержки. Мы с вами видели, что только что Владик говорил на раскатке. Я думаю, он уже готов к попытке. Ага, только колено болит. Я думаю, минуту ты сможешь откатать. Да. Артемик от первого лица тоже подснял пару трюшков. Сидит грустный. Пальчик болит. Но, смотря на его раскатку, я думаю, он сможет откататься хорошо. Постараюсь. Все, раскатка подошла к концу. Сейчас небольшой фрифинг. Все внимательно слушают правила. И правила, как будут палы считаться. Все впитывают информацию. Будут только 20 финалистов, которые будут сражаться за звание чемпиона России по экстремальному самокату. В этом бомбе, в этом огромном съемном марке. Готов, 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 готов. Ну, почти. Пальчик. Вот он, вот он, вот он, банечка прибыл на тебя от России. Участуешь, не участвуешь? Ребятки, я уже стар для этого. Я бы сказал, чего. Одеваем вот такие очки. Но я буду всей душой и сердцем болеть за наших пацанов. После этого качка буду посмотреть на его фигуру. Большой. Богдан, давай. Шутки кончились. Раскатка окончена. Осталась десятка заключителей райдеров в полуфинале. Также ожидаем наших пацанов. В середине бэклифтейп и фу-й-й-й. Как чуть-чуть, прям вы даже не скажете. Это была картификационная попытка Владика. Не знаю, из-за этого падения он встал, продолжает. Он должен докатать его. Что-то, что-то, чтобы пройти. Какие-то планы, так-так, так-так, все. Вот теперь я узнаю того самого плана. Светы, какая лёгкость в трюках вообще. Вы только подледите. Я того-нибудь движу или нет. ДИПА ПОБОЛЕТСЯ! ДИПА ПОБОЛЕТСЯ! ПОБОЛЕТСЯ! Пролеплены Баданчик. Да, да, сейчас буквально прям в воздуху набраться. Чуть-чуть прям оттадать. Стоп, а что болеть? Владик и Баданчик уже откатались свои попытки. Мне очень понравилось, как Владик начал откладываться. Свою попытку первые трёх затёр ножичкой, Но потом просто разгорелся, начал месить, клепать трюки, но под конец, но под конец улетел в флаг и закончил на этом свою попытку, но посмотрим, пройдет он в финал или нет, будем ждать. Я благодарю, что все-таки в Санкт-Петербурге нет таких парков, которые специально для сегодняшнего мероприятия будут построены, слову, перефект. Ну а теперь посмотрите, какие трюки вот через западков, еще и с бардыров, трюки либо с разной стороны, и подвергаться на вот этой вот теркатуре, флэйр, ослесуйте же и хоть отбавляйте. Бау-бау-бау-бау, один разочек, чуть-чуть затер ножички, но молодец, финал твой, братишка, надеемся только на тебя. Сразу же после попытки поймал Артемика, ну-ка, пожалуйста, по своей попытке о парке, в целом. Попытка вроде не очень плохая, но я после того, как летел фон в обратку, летел в флажку, это чуть-чуть помешало, но вроде, в общем, надеемся на финал. В целом откаталась жесткая и красивая попытка, чуть-чуть были затертости, но надеемся, что от этого он все равно пройдет финал. Все участники полуфинала уже откатались, будет выбран от 20 самых жестких самокатеров, которые сразятся за звание чемпиона России по экстремальному самокату. Ты сейчас раскатываешься наши благотворные девушки. Все, сейчас скоро начинают девочки, это самая юная участница чемпионата России. Среди девочек, Маруся, сколько тебе лет? Осталось совсем немного до окончания нашего чемпионата, и сейчас начнут откатываться наши молодые женщины. Девушки, девочки! Полуфинал пройден, в итоге из нашей троицы пацанов финал прошел, и Артемик будет гасить, защищать честь магазина Ride Jackson. Ребят, извиняюсь, в этом году подвел, не смог откататься. Вначале первый трюк не получился, и потом еще и упал в конце, довольно жестко. Сейчас все болит. Смотрим, как будет кататься Артемик, надеемся на него. Мне не понравилось все, что было мало времени на раскатку, и мало кто смог прикататься. Чуть-то не с левой. Это, между прочим, уже профессионалы, уже финал. Парень просто делает мясо. 30 секунд уже позади Значит, время у нас движется к завершению 9 финальных секунд 3DLB 5,5 финальных секунд Баттеркап И на этом предлагаю тебе остановиться От еще вот этого кита Все, вот теперь ровно 1 минута Я просто в шоке Какая сложность, круто Просто вау Артемик просто красавчик Идеально откатал его попытку Идеально откатал свою попытку финальную Но у него будет еще вторая попытка Не, он, я думаю, разгасит Не на шутку откатался парнишка Просто выложился на все 100% Еле дышит паренек Еле дышит, но он справился Большое отступление от чемпионата России По самокату тут маутинбайк И сейчас чувак будет прыгать на баги Пацаны, вещая прямо с финалов чемпионата Первое место занимает Артем Бенград Большое отступление КОН ă mean как есть А может быть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и завершился чемпионат России по экстремальному самокату. В этом году уровень просто был бешеный. По сравнению с тем годом, в этом году трюки были намного сильнее. Участников было очень много. С каждым годом самокатеров, в принципе, становится все больше и больше. Само мероприятие выдалось эмоциональное. И наша команда на этом чемпионате очень сильно отличилась. Артем Пенкрат занял первое победное место на этом чемпионате. А Влад и Богдан, к сожалению, не смогли пройти в финал. Тоже откатались хорошо, но были помарки, из-за которых не смогли набрать нужное количество баллов, чтобы пройти в финал. Артемик вообще красавчик. Откатал максимально идеально, максимально насыщенно, максимально стабильно. И трюки у этого парня уже не детские. Вы спросите, почему мы здесь? Так я вам расскажу. Наша камера дала сбой. Мы чуть-чуть не смогли доснять влог до конца. И переместились на данную локацию. В магазин Ride Action. В метро Кузьминки. Кстати, всех ждем. Просто пуля-бомба. Посмотрите, как тут красиво. Большой выбор ассортиментов запчастей. Хотите футболочки, хотите вилочки, хотите колесики. Здесь вам подскажут советом, помогут с выбором запчастей. Как же без мастерской? Она у нас тоже налажена. И можем подпилить и рулечек, можем подпилить досочку под ваш размер, как хотите. В общем, всех ждем. Магазин Ride Action в метро Кузьминки. Приходите. Но сегодня я здесь не один. Мы с командой Ride Action решили собраться и провести разбор полетов после чемпионата России. Пацаны, залетайте. Олег! Кто спел? Кого это? Кто-то опоздал? Говорится вообще. Чемпионат России подошел к концу. Вот сидит наш победитель. Просто чемпион. Расскажи, как ты до этого дошел? Ожидал ты вообще то, что заберешь место? С какой целью ты вообще приехал на чемпионат России? Нет, честно, я вообще не ожидал, что я могу взять какое-либо место. Потому что я за недели-две до соревнований повредил свой бизинец. И из-за этого не получилось сильно подготовиться. Я приехал в Москву, и из-за того, что у меня болел палец, не получилось никак подготовиться. Я просто приезжал в скейт-парк, снимал ребят. Начнем с того, что вообще, в принципе, никто не смог нормально подготовиться к соревнованиям. Скейт-парк был готов только за пару дней, и у всех профессионалов был только час для раскатки и для подготовки к своему пакетчемпионату. Раскатка была запланирована вообще за день до мероприятий, но из-за погодных условий она перенеслась на день соревнований. Получилось так, что раскатка была всего один час, и никто не успел нормально подготовиться. Это минус вообще столько людей в парке за один час. 80 человек было. Ну, ты собрался духом и сделал это? Я постарался. Очень сильно постарался. Квалификацию прошел, у тебя была паника. Когда ты мне сказал про свой палец, я думал, ты вообще... Я не думал даже, что ты так откатаешься жестко. Просто один разворот, один трюк, разворот, трюк, прыжок, трюк. Все запихал, что мог. А Савчик? Валек, а ты заметил, какой в этом году был парк? Что ты вообще скажешь о парке и о фигуре? Я могу сказать, что парк был гораздо больше, чем вообще когда-либо до этого строили. Во-первых, до этого строили парки... На чемпионат не строили парки. То есть пройдили в Горилле, в Фрамстройхаусе, на Шоссе в Фрамстройхаусе. И то, что построили парк, это всех райдеров засунуло в одинаковые условия. То есть было сложнее кому-то там... Ну, кто обычно бывает, кто-то лучше прикатан к всем парку, тот и гасит. А тут у всех шансы были... Да, и фигуры были очень большие. Ну, есть пара недочетов, потому что парк большой, и было немного нерассчитано фигурой. Несоизмеримый разгон был. То есть разгона мало, фигура большая, но все равно пацаны гасили на максимум. И я заметил, короче, недавно проходил чемпионат мира в Мадриде. И, в общем, парк был очень похож по своей структуре. То есть есть фан, спайн, проезд в виде бугорка, чтобы на память разгон. И в этом парке была необычная очень фигура. Вы на видосе видите, такой как бы бугорок, я даже не знаю, как это назвать. Вулкан без колпы. Ну, типа, да, вулкан. И вот эта фигура была самая коварная, потому что там ты либо не долетаешь и приземляешься, как бы, на дизастр. Либо ты перелетаешь в плаху. Вот с чем столкнулся у нас Богдан на своей кондиционной попытке. Он перелетел просто ее в плаху. Это, ребята, издержки такие вот есть небольшие. И вот из-за того, чтобы было мало раскатки, я сам лично не стал участвовать, потому что это большой риск. И для такого большого парка нужно прикатываться минимум в день. На чемпионате мира дают обычно три дня перед чемпионатом, чтобы скататься. Ну вот, видишь, чемпионат России уже движется к мировому уровню, поэтому и скейт-парк поставили так, чтобы наши райдеры смогли приехать уже туда и кататься уже на похожих фигур. Ну, это хорошо то, что наши райдеры прокачиваются и готовятся к мировому уровню. Потому что, не думайте, за рубежом строить тоже не прямо идеальные скейт-парки. Здесь не дочет, потому что скейт-парки обычно строятся очень быстро. Не всегда это получается сделать качественно. Ты, как человек с огромным стажем катания на самокате, хотел бы у тебя спросить вообще по попыткам наших райдеров, как ты их оцениваешь и какие бы ты там наставления им дал небольшие. Смотри, контест, вообще, начнем с понимания, что такое вообще соревнование, в чем их суть. В том, что как бы хорошо, а кто не катался. Я не буду сейчас досконально, прям детально разбирать ошибки каждого. Это можно посмотреть на видео. И все эти мелочи, недочеты, я сразу буду видны. В общем, контест, это когда райдеры все попадают в очень агрессивную среду катателей. Это непривычно. Обычно вы катаетесь у тебя локально, никто на вас не смотрит, у вас время не тикает, в глазах, в ушах не звенит. Очень напряженная обстановка. Да, и в этом случае, можно сказать, что в время попытки 40% вашей уверенности, вашего скилла как бы срезается. И тут как раз таки побеждает тот, кто больше всех тренировался. На самом деле, да, ребят, то есть бывает, что от раза к разу это на самом деле контест, это рандом. То есть на следующем контесте Артем может не откататься нормально, он упадет. Например, на следующем контесте Влад не упадет, и он просто затащит прям по жесткому, так же как и Богдан. То есть это всегда рандом, но вероятность того, что вы облажаетесь, она уменьшается, если вы больше тренируетесь. То есть если вы более тренированы, более прикатаны, то у вас меньше шансов, что у вас будет какая-то... И в принципе нужен опыт участия на соревнованиях. Да, нужно, чтобы было спокойствие, волнение все равно будет. Сколько вы уже? 11 лет и катаюсь почти. И все равно вот этот волнение есть всегда. Нужно просто четко знать, что вы будете делать, то есть продумать попытку, это обязательно. Некоторые ребята, знаете, как делают? На фристайле. Петя Бондарь, знаешь, как катался? Он продумал первые три трюка. Первые три траектории продумал, а потом начал офигеть. Но это не у всех так прокатывает, ребят, я точно могу сказать, что лучше продумать. От человека зависит. Потому что в моменте, когда вы катаетесь, вы не слышите ведущего, вы не слышите, что вообще говорят. У вас просто звон в ушах, и вы максимально прямо в моменте, средоточены, и нужно знать, что вы делаете. Трюк бы сделал, и прямо сразу не думает, и знает, что будет сделать следующим. И вот пацанам, я просто могу пожелать больше участвовать и набираться опыта. То есть падения, они бывают у всех. Я помню, когда я катался, я очень часто лжал жесткие падения. Я уходил зубами в пол, прямо на контесте. У меня есть тоже фотографии. И, кстати, я был на чемпионате мира в Барселоне. Это просто невероятное впечатление, смотреть, как райдеры катаются. И это очень сильно заряжает. Я помню, я приехал, у меня была большая доска и такой высокий руль. И по приезду обратно в Россию я собрал суперлегкий самокат и начал фигачить еще сильнее. И вот такое же схожее ощущение я испытал, когда смотрел в роли зрителя на чемпионат России 2023. Вот особенно Артемик не заряжал, просто он фигачит без остановки. Еще, ребят, очень важная физуха, потому что минуту кататься, чтобы еще при этом не терять динамику, это очень сложно. Нужно, чтобы у вас была хорошая дыхалка, сильные ноги и вообще, в принципе, чтобы вы могли делать трюки прямо в наклепку. Все стабильно, отработано. В общем, тренируйтесь, ничего больше вам не поможет, только тренировка реально. А что думаешь, уровень всех райдеров, в принципе, вырос за год? Да. Ну, сколько чемпионатов прошло за то время, что я катаюсь? Это, наверное, был самый жесткий. То есть, ребята прям гасили. Я не успеваю. То есть, чувак, делать трюк какой-то, я не знаю, как называется. Я сейчас даже некоторых названий трюков не понимаю. Да-да-да, ты флипает, я уже научился с познавлением. Не знаю, как это делает, это вообще жесть. Вот флип, это когда бутеркап с хилами. Бутеркап с хилами, что вообще? Чувак начинает делать брай. Это не Umbrella Hill, как обычно. Это Олег был из тысяч тима. Он делает, типа, брай, просто брай закручиваешь, потом фигак на хил. У меня мост сломался, я уже вижу брай, фигак на хил, и такой, чего? С каждым годом все больше и больше плюшек в самокате появляется различных. Очень круто я видел, что прям есть такие, как бы, сегменты райдеров. Есть райдеры, которые там с размахом сальдухи фигачат. То есть, там, 540 флеер, два флеера, кашерол на изи просто сделают. Есть прям такой сегмент чуваков, которые там только колес свистят и крутиверти летят в разные стороны. И есть еще чуваки, которые катаются на стиле. Вот Рубен, например, то еще. Ну, вот чуваки, их мало, но они больше за стиль, они берут какие-то трансфера и, в принципе, делают простые трюки, но красиво. И я очень рад, что у нас есть такое прям большое разнообразие, спектр райдеров. Еще очень много райдеров приехало из регионов. Какие города были? Казань. Казань. Екатеринбург был, точно. Набережи, чем мы были. Да, ну вот. Самара, Питер. Ну, много. Я очень рад, что чемпионат, он как бы для всех, а не конкретно, там, для какой-то группы людей. То есть у него приглашают всех. И перед этим проходит там отбор со всей России. Да, в этом году по разным городам России были квалификации и отборы на чемпионаты России. Это тоже было в первый раз, до этого не было такого. Да, вот это, вот этим этот чемпионат просто на голову больше всех, мне кажется. Короче, в общем, чемпионат России пришел для нас, я скажу, удачный. Я вообще не ожидал, честно говоря. Никто не ожидал, вообще. Не то, что я просто в шоке, и то, что я не ожидал, что Артем выиграл. Просто, в общем, на самом деле приятно видеть свежие лица на бризовых местах, потому что, да, просто до этого постоянно одни и те же, но ребята как бы катались заслуженно. И в этом году было очень спорно, то есть там было человека три, которые шли прямо в притиручку. И буквально там баллы в баллы прямо. На один балл больше, все, уже место другое. Поэтому судейство тоже, ребята, это очень сложная профессия. Ну, как профессия, сложная должность. Но на время соревнований я пару раз судил контесты и чемпионат России судил. В 15-м году я судил чемпионат России. И судейство сейчас очень жесткое. Раньше, может быть, пару лет назад там судили как-то, не знаю, может, на коленке. Но сейчас прямо это жестко. То есть прямо вот попытка чемпиона России, она не может быть с мелкими какими-то даже погрешностями. То есть должно быть прям безупречно. Вот у нас было, да, там, человек пяточкой зачет, все, минуту было. Да, кто чаще всего откатается, тот и победил. Если чувак сделал, там, не знаю, сделал какой-то трюк и хочет сделать барспин, но не сделал и поехал дальше, это видно. Это видно. Это уже, да, это уже недочет. Если он приземлился, затер, либо приземлился в плаху, да. Самое главное, чтобы все было прям гармонично, чтобы ты после попытки такой, ну, нифига, это вообще, что было такое? Вот у меня такое впечатление было от Артемика. Парни, ну, если отбросить чемпионат России и перейти к нашему YouTube-каналу, что вообще скажете? Мы начали плотно с вами снимать месяц, мы нашли крутой формат, который стрельнул уже за сотку. Что вообще дальше у нас планируется, что разможет рассказать зрителям, так сказать, приоткрыть завесу? Уже, уже лежат очень много не смонтированных видео. Уже есть очень много материала, которые тоже скоро выйдут, так что, ребята, ждите. Видосы выходят раз в неделю. Контент бомбовый обещает быть. Не раз в неделю, а каждые пять дней. Каждые пять дней в их поисках. Звучит лучше. И на самом деле, пацаны вообще красавчики, я еще не ворвался на YouTube-канал, но там скоро будет врыв по полу. Ты, Вань, скажи, сколько у тебя в запасе. Лично у меня уже шесть видосов лежит на монтаже, это только у меня. Сколько у пацанов, я вообще молчу. Так что, ребята, спасайтесь попкорном, заварите себе чайоку. И раз в пять дней заходите на YouTube-канал Райд Экшена. Скажите, у вас вообще глобальные планы на YouTube? Вот вы так ворвались жестко, типа, у нас реально за месяц подписалось на нас 10 тысяч человек. Прикиньте, 10 тысяч. Давайте вот за последние популярные лица были вот Богдан и Влада Спасинецкого. Этот молодой человек и этот молодой человек набрали на нашем YouTube-канале 100 тысяч просмотров. То бишь, вы пробили отметку на нашем канале, где 30 тысяч подписчиков, отметку в 100 тысяч просмотров. На одном видео. Представьте, просто вдумайтесь, пацаны. Пацаны, вас посмотрели 100 тысяч человек. Они в состоянии поместятся. Мы в тюрьме еле помещаемся. Ну, и еще вдумайтесь, пацаны. Мы за месяц сделали 10 тысяч подписчиков. И, внимание, наши ролики суммарно на канале просмотрели за 28 дней 1,4 миллиона раз. Я считаю, что за месяц это суперкрутые показатели. Респект! Респект пацанам, которые смотрят. Да, пацаны. Вам огромный респект, пацаны. Дальше больше смотрим, не отключаемся. Темик, ну ты интерчемпион России. Рассказывай. Тебе 16 лет, а ты уже чемпион России. Какие дальше твои планы? Ну, на самом деле, я вообще не ожидал, что так может получиться. Потому что, ну, не получилось нормально подготовиться. То, что стал чемпионом России, ну, не очень все сильно поменялось. Но я очень сильно рад. До сих пор не верю в это. Буду дальше продолжать тренироваться усердно каждый день. И вы, пацаны, тоже не забываете. Да, и вы, пацаны, тоже не забываете тренироваться. Тогда у вас все получится. Обычно, обычно, после чемпионата России, тот, кто выиграет первое место, ему давали раньше Golden Ticket. Билет на чемпионат мира по экстремальному самокату. Но сейчас такой возможности нету. Да, но это все равно не мешает. То есть, если чемпион, то чемпион все равно. Посмотрим, нужно, когда следующий контест вообще. Пацаны, еще одна тема. Артемик жестко гасит стриту, то есть не только в парке, но еще в стриту. И в августе будет чемпионат России по стриту. И в этом году вели правила, при котором человек может участвовать в двух дисциплинах. То есть, если он выиграл чемпионат России по парку, то Артемик может выиграть стриту. Ты собираешься в стриту участвовать? Я, возможно, да. По-любому, ждем тебя, ждем тебя. Приезжай, конечно. И всех поиграешь. Вам, как команде Ride Action, Петра не хватает? Ну, типа, вам не хватает его, да, как босс? Ну, просто присутствия его не хватает. Мы же одна команда. Так что, может быть, нет, нет, мы его как бы к себе на канал пригласим. Давайте по фейстайну позвоним ему, если он возьмет трубку вообще. Бери трубку, Петер. Он реально вызов не доходит до него. Ура! Стой, я Qui, братан. Мы снимаем видео. Да, я так не понимаю. Мы снимаем видео. Ты там не ходи особо, чтобы связь хорошая была. Мы снимаем... Вот Петян, кстати, всегда ходит. Когда по телефону говорит, он так вот по комнате ходит в разные стороны. Петян, мы снимаем видео. Разбор полетов после чемпионата России. Вот у нас тут полный сбор, чемпион в Сея Руси. Мы хотели бы, чтобы ты сказал пару слов, как ты поучаствовал в нашем видео. Скажи, в первых, привет подписчикам. Йоу, чуваки, всем здорово, всем привет. В общем, во-первых, когда мне позвонил Осип и сказал, что Артем занял первое место на чемпионате России, я сначала сказала ему, да ладно, но у меня типа психика не хотела адаптироваться под это даже. Она не понимала. А потом, когда я об этом уже понял, что это реально так, я был на дне рождения, и вокруг меня сидела толпа людей, я разнес стулком просто, я орал и говорил, да ладно, да ладно. Я ходил вот так, что реально, правда. Я так последнего, ну, думал, что это пранк, но потом поверил, типа, я увидел фотку в чате, я просто прозрел. Ну, типа, это было очень круто. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, что, ну, и Тёмик красавчик, я в него всегда верил, и не только в Тёмика, а во всех пацанов. Я сам раньше участвовал постоянно на контестах, и я понимаю вот эту вот тему, ну, что бывает, что попытка не заходит, и типа, ничего страшного. Главное, что парни, ну, прогрессируют, развиваются, а самое главное, что они делают то, что они любят. То есть это не какая-то там через силу штука, они просто это любят и кайфуют с этого, и мне это безумно нравится. И я считаю, что наша команда вышла на новый левел, это просто, ну, типа, это круто. Это то, чего мы реально все с вами достойны, и все вообще капитальные красавчики. И ещё хочу сказать, что не обязательно, чтобы кто-то участвовал, кто-то не участвовал, просто вот наш коллектив и то, какие мы становимся, это просто охрененно, пацаны. Я вас всех люблю, вместе мы такая нафиг сила, что просто в космос можно улетать. Обожаю вас. Оле-е-е-е! Итак, Петян, теперь главный вопрос. Ты готов пригнать Москву? Я знаю, ты скоро приезжаешь уже. Готов залететь на канал Райдэкшн? Нет, я приглашаю на канал Райдэкшн для съёмки одного видео с тобой, с нами, со всеми. Да ладно? Честно, создатель Райдэкшн. Ну что, у меня поезд в Москву, я еду по делам, но у меня будет там день, и, конечно, я этот день с удовольствием уделяю съёмке. Вот меня просто на расхват забирайте, я беру даже с собой самокат по такому поводу. Так что всё, ребята, ждите новое видео на канале Райдэкшн со всей командой и с Петяном вместе. Всё, Петерик, давай. Я люблю вас, кисками, всех целую. Давайте, пупсы. Муа! Итак, ребятки, в заключение нашего ролика, в честь такого события мы решили сделать для вас конкурс от всей команды Райдэкшн и решили разыграть для вас вот такой сетап синего цвета, синей баренды, синяя шкурка сердца макать, синяя рулевая мандала, дроп. Условия конкурса очень простые, ребят. Чтобы получить этот шикарный и синий сетап, вам нужно подписаться на телеграм-канал Райдэкшн, ссылочка в описании, и написать в комментарии идеи для нашего следующего ролика. Мы обязательно выберем самую лучшую, самую креативную. Вообще, пишите всё, чтобы сберёте голову, только, пожалуйста, в рамках разумного. То есть, там, прыгать с самоката с вертолёта мы не будем, конечно же. Хотя, может, кто нас знает, может, не будем. В общем, ребят, пишите в комментарии, мы обязательно выберем, снимем. Желаю всем удачи. С вами была команда Райдэкшн. Не падайте, прогрессируйте, участвуйте в соревнованиях. Всем спасибо!